Геноцид украинского народа со всей очевидностью. Дело дошло до разрушения гидроэлектростанции. Вообще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада. Киевская ГСА. Там прекрасное водохранилище. Чуть-чуть повыше Киева. Четыре, по-моему, километра кубической воды. Я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. Понимаете, я считаю, что нужно отвечать. Вот за Шибикино нужно, я еще раз повторяю, нужно идти в Харьковскую область. И они там живут действительно совершенно мирной жизнью. Поставили артиллерию и занимаются, так сказать, просто разрушением наших приграничных городов. Без всяких военных объектов. Просто-просто разрушают гражданскую инфраструктуру. Ну, почему мы должны быть, так сказать, святее Папы Римского? Мы разрушаем только военные объекты, мы не воюем с народом и так далее. Ну, вот, мы послушали этого Бужинского. По-моему, там все совершенно очевидно, все понятно. Они действительно такие вещи готовят. Соответственно, планы, планы такие точно абсолютно есть. Поэтому будем следить за следующими заявлениями и возможными вытекающими из них действиями российской стороны. По-моему, вопрос относительно авторства взрыва Каховской дамбы, на мой личный взгляд, уже полностью исчерпан. Вот, смотрите, тогда сейчас я бы хотел поговорить, Юрий Евгеньевич, о информации. Я уверен, что вы следили. Относительно направления Орехова на юге все сходятся на том, что все-таки имеет место, если не само начало контрнаступления, именно на этом направлении, то, скажем так, все признаки, которые свидетельствуют об этом, все признаки, которые свидетельствуют об этом, ну, и, собственно, из этого уже вытекало, я повторяю, объяснение о том, что они взорвали, и вы правильно отметили, я как бы вот в голову мне не приходило, что действительно, сняв вопрос возможности использования на Херсонском направлении дамбы, действительно перекинули части на Ореховское направление, так, МАК, чтобы сдерживать контрнаступление именно в этом месте вооруженных сил Украины. Но я бы хотел, чтобы мы поговорили вот о чем. Все-таки вот такое лобовое начало контрнаступления со стороны Украины, а наверняка это направление ожидаемо было со стороны Москвы, если оно началось, или если оно начнется, насколько оно может быть эффективным по части достижения результата, ну, быстрого или какого-то оптимального, скажем так, какие-то обозримые сроки, там, не знаю, за месяц. Как бы вы оценили, Евгений? Прежде всего, нужно задать вопрос, а какие цели, конкретные цели наступления, иными словами, на какой рубеж должны выйти войска вооруженных сил Украины через некое время. Потому что начало наступления оформляется, ну, приказ о наступлении оформляется в соответствующей директиве, которую подписывает, в данном случае, Зеленский или Залужный, а может быть, они оба, подписывают некий документ, который называется, ну, в советское время назывался директивой. В этой директиве указано начать движение, начать наступление, наступательные действия или наступательные операции, такое вот число, в такое-то время, разгромить войска противника и к такому-то числу выйти на такой-то рубеж. Вот это первый пункт того, что называется директивой к наступлению. И то же самое должно быть наформлено в виде приказов уже по направлениям, по соответствующим, значит, доведено до сведения и для исполнения командиром частей соединения и так далее. Значит, вот на какой рубеж, к какому числу должны выйти войска вооруженных сил Украины? Ответ. Мы этого не знаем. А это один из самых больших секретов, которые, конечно, пытается понять российская разведка. Но мы можем представить себе, да, не будучи адвокатами дьявола, ни в коей мере в данном случае, мы можем представить себе, значит, несколько, такую иерархию целей. Первая цель, максимальная программа, максимум, как говорил Владимир Ильич Ленин, выход к побережью Азовского моря. Ну, или в данном случае, если наступление идет из Ореховы, Мелитополь, потом выход к Чангару, то есть на подступы к Крыму. Мы к этому готовились, в общем, 8 лет, так есть такие подозрения. Потому, когда говорит Пригожин о том, что времени уже не будет, я могу его поправить, времени уже нет, они уже просто опоздали. То есть вот эти действия, которые он сейчас обозначил, да, они где-то примерно такие логичные в действиях наших войск, планируемых, по крайней мере, оперативных, стратегических он направлений не назвал. Он пока назвал только оперативные направления. То есть район Торецка, та же Курдюмовка, но это все оперативные действия по охвату Бахмута. То есть это заход уже с Верховьей Бархмутки, выход на гряду, которая вот в районе Курдюмовки. Если мы зайдем с Торецка, допустим, того же, то есть мы пойдем уже не по этой гряде, где Курдюмовка, а по другой гряде, в восточнее Бахмута. Мы будем заходить на Бахмутку с восточной стороны, а это уже, можно сказать, полное окружение Бахмута. То есть если вот такое действие произойдет, а там у них сил и средств недостаточно. Как-то они еще расположились в районе Бахмута за последние полгода, а вот по этой гряде практически нет ничего. Им придется отходить на гряду уже, которая идет с Горловки не на Курдюмовку, а с Горловки на Попасную и дальше на Лисичанск. Им придется полностью бросать Бахмут и Солидар то, с чем топтался ОПГ Пригожина там в течение года, наверное. Теперь бросят за несколько часов и отойдут на гряду. Вот этот будет правильный шаг с точки зрения военной – отойти на гряду Попаснянскую. Она выше, она укрепленнее. Они там все-таки укрепрайон более-менее создали, вот с Горловки до Лисичанска по этой гряде. А вот для того, чтобы удержать украинские войска, да, там действительно, ну может быть не 200 тысяч, 100 тысяч подготовленных войск может быть и хватило. Но это скорее всего Пригожин. Просит 200, как всегда в России, проси больше, дадут столько, сколько хочешь. То есть делить на два надо. Ему надо около сотни тысяч человек, он 50 тысяч угробит, это же Пригожин, то есть ими не будет. Но их надо действительно подготовить, и это три месяца, а это значит, они уже просто опоздали. Потому что все будет решено, вот эти действия будут решены за летнюю кампанию украинскими войсками. То есть и выход на Азовское побережье, и подчистка некоторых хвостов по Донбассу, и левый берег Северского Донца, и Запорожское, и Херсонское направления. И заход в Крым в том числе, это все будет за летнюю кампанию, как раз за вот эти три месяца, которые Пригожин будет обучать там 100 тысяч человек. Ну и, во-первых, где их взять? Если даже они как кролики будут размножаться вместе с Путиным, они 100 тысяч не настругают. Их же надо собрать, подготовить, а еще все-таки обучить и экипировку определенную обеспечить. А это не хватает даже на тех, кто сейчас у них есть. У них стрелковые подразделения, пехотные подразделения, не мото-пехотные, не мото-стрелковые. Пехотные подразделения там с автоматами, с винтовкой Мосина даже, может, я сейчас утрирую, но нет полной готовности даже сейчас из тех сил и средств, которые у них сейчас есть. Потому что это истерика, истерика Пригожина. Ну, я не думаю, что она к чему-то приведет. То есть она больше и в информационном потоке. Ему сейчас держаться надо в информационном потоке, чтобы перебить ту проблему, которую сам себе создал. То есть он затянул российскую армию в Бахмут, ее там бросил на уничтожение и убежал. Ну, то есть вот такое бегство из-под Бахмута ему надо перекрыть как какой-то деятельности, или, по крайней мере, имитации деятельности, вот то, чем он сейчас занимается. И не только он, кстати. Там много таких говорящих голов, которые пытаются как-то подсвистеть. Просто у самого Пригожина, большая медиа империя, этот свист его разгоняется по очень большому количеству полей. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДЕО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДІЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. ПОДПИШИТЬ КОМЕНТАРІ ПОДПИШИТЬ КОМЕНТАРІ